Психологией бы неплохо заниматься, но какой? Но какой? Вы знаете, что? Открываю, вдруг мне прислали. Одна очень миленькая женщина, всё. Нужно любить себя. Вы любите себя, и это спасёт вас от всяких расстройств. Даже если что-то неправильно, вы говорите, нет, это правильно. Если вы что-то не знаете, нет, я всё знаю. Я слушаю, ничего не понимаю. Простите, дурочка, что ли? Хвалить, любить себя. Так бы и спросила. Спросите, человек тонет? Нет, я помогать не буду, а то вдруг вот оно. Стреляют? Это тот, кто за собой заслоняет друга своего. Какой идиот! Надо себя любить, а не его. Кому-то у кого-то плохо, ему помочь надо. Нет, нет, нет. Ты что? Себя любите? Какой ужас! Другого читаю. Другого читаю. У вас, в общем, очень плохое, унылое состояние. Да, чуть ли не отчаяние. Что делать? Совет. Совет. Очень женщинам очень советую заняться шопингом. Это читаю, представляете, причём это непростой человек, я вам говорю. Это психолог. Это психолог. Вот такая толстая книга. Заняться женщинам шопингом. Я думаю, если у неё нет денег. Что ж с ней придёт? Она посмотрит, да. И там нет. А мужчинам заняться? Простите меня, я не могу сказать. Мне стыдно. Да, да, да. Это чёрным по белому. Я не хочу свести всю психологию к подобного рода вещам. Но скажу вам. К великому сожалению, психологи совершенно не знают вот того, о чём говорит христианство. Они не знают, что такое страсти. А это же движущая сила в нашей жизни, страсти. Ну, ещё бы. Недаром Хомяков сказал, всё управляется умом, но движется страстями. Мне очень хочется. Всё. Всё. Ум начинает работать. Что? Как бы достичь этого? Не знают, что такое страсти. Без знания этого, без знания, как борьба с ними, какая тут, какая психология? Вы что? У меня всё будет настроено только на одно – на достижение цели, любыми путями. Это что такое? Я не хочу свести, ещё раз повторяю, всю психологию только к таким, я бы сказал, просто безобразным даже вещам. Да, не хочу, но предупреждаю, надо быть очень осторожным, к великому сожалению. Там больше занимаются кожей, а не душой. Если занимаются душой, то скажу вам. Я убедился, мне приходилось встречаться даже с академиком, так, они занимаются психи. А знаешь, что такое психи по-гречески? Отсюда психология. Психология, да, психологи. Психи – низшая часть человеческой души, которая присуща, кстати, и всем животным. И поэтому мы находим подчас потрясающие советы, которые связаны с чем? Вот с этой животной, я бы сказал, стороной. Это низшая часть души. Они не знают, к сожалению, высшую часть души, которая подробно, тщательно описана у святых отцов. Высшая часть души – не психи. А нус, ум, дух, дух, они этого не знают. Если бы психологи, психологи наши взялись бы за учение святых отцов, я думаю, они бы получили бы огромнейший себе материал и использовали бы это. Тогда бы не было таких диких советов, которые я сейчас вам проиллюстрировал. Игумен Никон Воробьёв – это замечательный подвижник прошлого века. Он поступил из «Смысла жизни» в психоневрологический институт в Петрограде и ушёл потом оттуда, там занимаются кожей, а не душой. Всю берём откуда? С Запада вся психология, как предметы, взята в основном в Запад. Докатились до чего? Фрейд уже, Боже мой, уже является основой этой психологии. Да избавит Бог, чтобы на этой почве мы вдруг стали заниматься психологией. Им нужно Исаака Сирина взять, вот кого взять нужно, изучать. Я думаю, что они бы получили колоссальные знания и колоссальную пользу от этого изучения. Вывод – можно, но очень осторожно, очень осторожно. Нужно ли прощать предательство? – Один человек, очень понимающий… Нет, это из святых отцов кто-то, да-да-да. К нему обратился кто-то и говорит, я проклял дьявола. Он сказал, ты очень плохо поступил. Проклятие, которое исходит из твоей души, проклятие – это злой акт. И он против тебя и обратится. Кого бы ты ни проклинал, ты проклинаешь прежде всего самого себя, потому что это акт злобы, и ты наказываешь себя. Поэтому и здесь происходит точно та же самая картина. Та же самая картина. Нужно ли прощать предателя в своей душе, в твоей душе, скажи Господи, может, на его месте я бы, наверное, точно так поступил? Я не знаю, но возможно. Господи, прости его и помилуй. И помилуй. Я в своей душе прощаю его. Но помимо акта духовного, есть ещё акт общественной морали, нравственности, есть законы, по которым мы, государство, общество, должны наказывать преступников, которые совершают преступления. Должны, иначе мы, иначе государство что будет делать? Давать свободу и развитие злу в обществе. Этого делать нельзя. Но в своей душе, насколько это мне возможно, я должен простить любого человека и молиться за него внутри. А уже каждый человек ощутит, простил он или не простил. Ну, знаете, до тех пор, пока я не простил, что со мной происходит? Я страдаю. Простой пример вам. Вы ненавидите кого-то, а тот даже и не знает, что вы его ненавидите. Он себе на лазурном берегу где-нибудь там купается, отдыхает, а вы все горите ненавистью, что бы ему сделать? Кто страдает? Я. Не мучьте себя, пожалуйста! Зачем? Каждый грех мучает меня! А за другого человека лучше помолить. Господи, помоги ему. И справиться. Лишь бы самому не... Зачем страдать? Ты зачем? Скажите. Кого я проклинаю, кого я осуждаю, кого я ненавижу, кому я завидую, кто страдает? Я. Да избавит Бог. Христианцы призывают, чтобы мы не занимались, какое-то слово там, мазохизмом. Вот так. Зачем? Да. Ну,